Уважаемые коллеги, мы начинаем наш круглый стол, который посвящен этическим проблемам, которые возникают в практике врача генетика. И в этот раз как-то мы его решили сделать более приближенным именно к практическим проблемам и, отталкиваясь от нескольких клинических случаев, обсудить одну проблему. Проблему генетической информации и ее статуса, этических проблем, которые возникают при предоставлении или при доступе к этой информации. У родственников кровных, у супругов проблема информации о детях, которые получают родители. И обсудить это с разных точек зрения. Поэтому у меня есть сегодня соведущая Мария Владимировна Воронцова. И рядом со мной сидят представители разных специальностей. Это Елена Георгиевна Гребенщикова, человек, который профессионально занимается биоэтикой, заведующая кафедрой в РНИМУ имени Пирогова. У нас психолог, который работает в центре имени Логинова, как раз с пациентами, имеющими наследственные формы онкологических заболеваний в первую очередь, и с носителями патогенных вариантов, которые еще не болеют сами. И Олег Сергеевич Гринь, который представляет юридическую академию имени Кутафина. И он у нас юрист профессиональный. И вот проблемы с этих точек зрения мы обсудим все проблемы. Я хочу сначала передать слово Марии Владимировне. Мария Владимировна, может быть, вы тоже скажете первые слова для открытия нашего круглого стола. Да, добрый день, уважаемые коллеги, еще раз. Буквально только что мы с вами говорили о каких медицинских клинических случаях, а теперь переходим к обсуждению этических и юридических вопросов касательно генетической информации. Мы очень постарались сделать эту сессию для вас наиболее, конечно же, интересной и наиболее приближенной к жизни, к жизненным ситуациям, к клиническим ситуациям, с которыми может столкнуться врач-клиницист, имеющий дело с наследственными патологиями при разных ситуациях. Уверена, что все рано или поздно сталкивались с тем, предоставлять ли информацию, такую личную информацию, как информацию о здоровье человека его родственникам, может быть, предоставить ли такую информацию ушедшего человека его родственникам, его детям, может быть, или братьям-сестрам и так далее. В данном случае на сегодня мы сконцентрируемся не просто на информации о здоровье, а на информации генетического характера, которая может касаться не только самого пробанда, не только самого пациента, но и его семьи, его СИПСов, его родителей, его детей и так далее. И может быть, соответственно, использовано совершенно по-разному. Иногда, как мы убеждаемся в жизни, совершенно неожиданным образом может быть использовано. В связи с этим мы предложим сегодня выступить специалистам в нескольких областей, для того, чтобы мы с вами смогли составить наиболее полную картину всех имеющихся вопросов и, возможно, даже каких-то решений или хотя бы подступов к этим решениям для наших клинических случаев. На данной ноте хотела бы передать слово дальше по течению и, надеюсь, на то, что сессия вам понравится. Огромное спасибо, Мария Владимировна. И я очень прошу поставить нам презентацию первого клинического случая. А пока у нас презентация загружается, мне хотелось бы сказать, что все это реальные клинические случаи. Они предоставлены нашими врачами-генетиками. И вот этот первый случай предоставлен Артемом Олеговичем Боровиковым. Сейчас он у нас научный сотрудник в лаборатории функциональной геномики. А сам случай был, когда он еще у нас работал врачом-генетиком в нашем научно-консультативном отделе. И речь идет о редком заболевании. Одно из форм эпилепсии наследственных. Я, честно говоря, не предлагаю вам вот сейчас задумываться о диагнозе конкретном. Скорее, вот этот случай, он иллюстрирует проблему, с которой мы сталкиваемся сейчас все чаще и чаще, когда при различных видах генетического тестирования выявляются, в том числе и редкие заболевания. И нам нужно понимать, что же с этим делать. Форма эта редкая, на самом деле, описана в мире чуть больше 200 случаев. У нас под наблюдением находятся 23 семьи. Врач приводит эту ситуацию, когда у ребенка с фокальной эпилепсией найден патогенный вариант в гене. И такой же патогенный вариант найден у его отца, который никакой клинической симптоматики не имеет. Ситуация частая, которая достаточно частая в практике врача-генетика. Но даже из того небольшого количества случаев мы знаем, что заболевание это с очень варьирующей экспрессивностью и неполной пенетрантностью. Причем по описанным случаям пенетрантность составляет 50%. То есть у половины носителей патогенного варианта заболевание не разовьется на протяжении их жизни. А экспрессивность варьирует от такой классической тяжелой эпилепсии до эпизодов, которые могут привести к внезапной сердечной смерти. И это жизнеугрожающая ситуация. Из семейного анамнеза известно, что у отца, который является носителем мутации, есть родная сестра, которая выходит замуж и планирует тоже иметь ребенка. И возникает вопрос, а нужно ли предупреждать сестру о вот такой ситуации? И есть ли какие-то правовые и законные основания для того, чтобы это сделать? Причем в том числе и с учетом того, что пенетрантность неполная, вот живет человек нормальной жизнью, строит свою семью, имеют какие-то репродуктивные планы, а тут приходят генетики с определенными проблемами. И на эту жизнь начинают вторгаться с, в общем-то, непрошенной информацией. И вот какие вопросы мы хотели бы поставить на обсуждение? Ну, первое, это право пациента на, скажем, даже не вопрос, на конфиденциальность, которая у нас закреплена законом, и право кровных родственников на генетическую информацию, которая может быть важна для того, чтобы они свои жизненные планы строили в связи с этой информацией. И я хотела бы вот обратиться к нашим коллегам с тем, чтобы они высказали свое мнение, как с этической точки зрения вот эти права обосновываются, и как лучше сделать врачу генетику, чтобы не навредить семье в плане ее психологического здоровья. Причем семью я здесь имею в виду в широком смысле. И третье, это какие у нас юридические основания на передачу такой информации, и как нам правильно защищать своего пациента. Пожалуйста. Я хотела бы с Еленой Георгиевной начать. Спасибо, Вера Леонидовна. Мне кажется, очень интересный случай. Я, наверное, выскажу какое-то свое мнение сначала, и если потом будут какие-то еще вопросы по этике возникать, я буду готова прокомментировать их. Ну, на мой взгляд, если отвечать на первый вопрос, то речь идет о так называемом пассивном неразглашении. Это большая проблема, которая предполагает, что, на мой взгляд, в генетике, и, собственно, сейчас это показывает анализ 35 документов, всяких гайдов, принципов международных, которые, в общем-то, обобщены на данный момент, в мировой практике по поводу информирования третьих лиц. И, в общем-то, генетическая информация имеет кровнородственную специфику, поэтому информировать пациента необходимо с учетом этой специфики. То есть ему должны информировать о его состояниях таким образом, чтобы он мог эту информацию передать своим родственникам, если об этом станет речь. Собственно говоря, вот это именно такой случай. Мне кажется, что здесь проблема пассивного неразглашения очень тесно связана с проблемой информирования пациентов, а именно с тем, что пациентов не готовы настолько полно информировать, что люди иногда не понимают, какие родственники должны быть проинформированы. То есть, может быть, в некоторых случаях надо конкретно, да, прям вот этот семейный анамнез прям раскладывать. И, во-вторых, пациент должен понять, о чем идет речь, то есть какие риски возникают для кровных родственников, почему они возникают, и дальше уже, собственно, с этим работать. То есть, в любом случае, пациент должен понимать, что информация может представлять жизненный интерес для его близких, в том числе для будущих поколений семьи, кровных родственников. Если пациент отказывается передавать информацию, ну, здесь, естественно, конфликт двух принципов, даже, может быть, даже трех принципов. Принцип конфиденциальности, с одной стороны, и, с другой стороны, идея «не навреди» и благодеяние в медицине связана с интересами вот этих 30-х лиц. Вроде бы есть долг врача помочь людям, у нас есть информация, и мы можем что-то предупредить. С другой стороны, у нас есть проблема, что есть пробант, который, в общем, не будет ничего говорить, если он отказывается. И ситуация действительно очень острая, потому что у него может быть, ну, какое-то серьезное основание не информировать родственников. И вот здесь, конечно, еще одна такая этическая ситуация – это так называемое «право не знать», и, наверное, его надо распространять на семью. То есть пациент реализует свое право на незнание, но он не хочет, чтобы знали другие. Вот это немножко такая инверсия, но, тем не менее, вот он категорически по какой-то причине отказывается, и сейчас мировая практика такова, что приоритет, баланс интересов пациента, вот этого конкретного, и родственников на стороне пациента из-за конфиденциальности. Я думаю, что этот баланс через некоторое время немножко как бы сдвинется, потому что генетика будет все активнее и активнее требовать переформатирования вот этих базовых установок клинической этики. Какой еще может быть здесь вариант? Я бы здесь использовала такой опыт Израиля, в котором в 2000 году был принят закон о генетической информации. У нас эта ситуация нереальна, я ее не могу обсуждать как практическое решение этой проблемы, но в таком теоретическом смысле это было бы хорошо. То есть что они делают? У них есть этические комитеты, которые в некоторых случаях по запросу врача решают какую-то конкретную ситуацию. У этического комитета есть набор принципов, прям конкретных нормативов, правил, как угодно их можем называть, которые позволяют оценить эту ситуацию. Конечно, это тяжесть, клиническая значимость, высокая пенетрантность. Но, грубо говоря, есть основания полагать, что если мы не передадим эту информацию, мы нанесем больше вред, чем мы нарушаем конфиденциальность. В этих случаях этический комитет может принимать решение об информировании пациента, родственников пациента, не взирая на мнение пациента. Как это происходит? Ну, скорее всего, через лечащих врачей. У нас через лечащего врача, даже если это в одной клинике, по сути, по закону нельзя было бы это сделать, потому что все равно нужно согласие пациента. Конечно, врачи связаны между собой все врачебные тайны и передают информацию. Но если вы откроете статью 13 федерального закона, вы увидите, что передавать информацию, в том числе, например, научных целях, публикации, все остальное, все равно надо согласие пациента. Это согласие в исследованиях прописывается, например, в информированном согласии, но все равно, как правило, нужно согласие дополнительное. И вот здесь, конечно, конфликт возникает. Именно такой даже нормативный конфликт. Но, в принципе, если эти ситуации будут возникать все больше и чаще, мне кажется, что нам тоже придется пойти по пути какой-то экспертной структуры, которая будет таким, ну, этическим комитетом, скорее всего, она должна будет называться, которая позволит врачам принимать решения в интересах третьих лиц, когда они считают, что мы должны помочь этим родственникам. И вот эта ситуация, мне кажется, так может решаться. Я, наверное, больше не буду пока комментировать, если… Спасибо, Елена Георгиевна. А вот можно, Мария Владимировна, вы как врач, вот скажите, пожалуйста, вот эти критерии – тяжести, пенетранности и всего прочего, насколько, по вашему мнению, они могут быть применимы к проблемам, когда мы хотим преодолеть конфиденциальность пациента? Потому что, на мой взгляд, например, некоторые из этих позиций не очень хорошо работают в том плане, что их трудно формализовать. Я совершенно с вами соглашусь, Вера Леонидовна. Действительно, самая главная проблема в том, что эти критерии сложно формализовать, сложно выразить в неком количественном виде. И, с одной стороны, чисто, скажем так, по-человечески, есть такое ощущение, скорее, на уровне ощущений, на уровне собственных каких-то моральных принципов, что чем выше пенетрантность того же, например, гена, тем больше потребность, наверное, врача предупредить фенотипически здоровых родственников. о наличии вот такого дефекта. Но вместе с тем, наше субъективное восприятие не всегда может быть положено в основу того, что мы как профессионалы должны или обязаны, или не обязаны делать. Поэтому, опять же, здесь двоякость. С одной стороны, общечеловеческое представление, желание с этим что-то сделать, а с другой стороны, юридическая основа своих действий, если такое вообще имеется. Если юридическая основа не имеется, то, в принципе, это на совести, наверное, самого врача, что облегчает и усложняет ситуацию одновременно, потому что очень все зависит от реакции пациента, от дальнейшей реакции пациента на предоставляемую ему информацию. Да, спасибо большое. Вы так хорошо сразу сказали о юридических аспектах. Олег Сергеевич, а как вы прокомментируете? Спасибо большое, Леонидовна. Спасибо большое за приглашение. Добрый день, дорогие друзья. Как раз Елена Георгиевна уже некоторые даже прям со ссылкой на источники права вам аспект этого вопроса озвучила. Я хочу сказать некоторые общие вещи вначале, а затем уже конкретно по этой ситуации. Прежде всего, я когда ехал сюда, задумался, у нас же ведь медиков и юристов, есть кое-что, что объединяет. Это латынь. И вот наше рассуждение здесь очень важно с точки зрения права разделять на две категории. Я сейчас это как раз и сделаю. Мы говорим о неких рассуждениях де лейгелата. Де лейгелата – это означает с точки зрения конвы действующего правового регулирования. И вот здесь я сразу должен извиниться, что многое из того, о чем мы сегодня будем говорить, с моей стороны, будет звучать так достаточно однозначно, достаточно жестко и, может быть, даже где-то, простите, не очень этично. Потому что даже если мы говорим о каких-то личных оценках, то, как сейчас сформировано наше действующее правовое регулирование этих вопросов, оно абсолютно, ну это я такой должен оговориться в самом начале, не учитывает специфику именно генетической информации. Это очень важно. То, о чем мы начинаем с вами говорить сейчас, что она особая. Это уже все прозвучало, и я знаю, что в профессиональном сообществе есть единство в этом понимании. Для нашего действующего законодательства эти вещи неизвестны. Она подпадает под известные общие правовые режимы. Это два основных. Это режим, соответственно, врачебной тайны, который сегодня для нас будет главным. Он определяется федеральным законом об основах охраны здоровья граждан, 323-м федерального закона, где определяются, собственно, базовые вещи в отношении понятия состава медицинской тайны, закрытый перечень случаев, когда мы от этого принципа можем отойти, не подлежащий никакому расширительному толкованию. Ну и второй режим, который тоже относится к генетической информации, но в меньшей степени в медицинской плоскости, но тем не менее генетическая информация подпадает, это режим персональных данных. Тогда, когда генетическая информация попадает не в медицинскую организацию, а такое всем известно бывает в разных случаях, для немедицинских целей, как заявляют те субъекты, которые такую информацию получают для немедицинских целей. И тогда она охватывается режимом персональных данных. Есть ряд иных юридических аспектов, в частности, например, генетическая информация охраняется в составе комплекса неимущественных прав человека на тайны, самые разные личные тайны, семейные тайны, и в случае нарушения этих тайн возникает право на соответствующую защиту в рамках исков о компенсации морального ряда. Но это уже детали, а сейчас мы говорим в отношении вот этих базовых двух режимов квалификации. Это первый вид суждений в рамках действующего законодательства. И есть второй вид рассуждений, мы его, юристы, называем делегиференда, с точки зрения желаемого, предполагаемого правового регулирования, то есть то, как мы видим некую канву того регулирования, которое с этой точки зрения считается более целевым, более адекватным. И вот здесь я, с вашего позволения, тоже буду делиться такими предложениями о том, как бы может этот режим был бы выстроен. Применительно к нашему случаю. В нашем случае ситуация достаточно, опять же, решается жестко. Поскольку речь идет о медицинской тайне, никакого информирования, чем, какими бы благими намериями оно не было предрасположено, врач себе позволить не может. И права на эту информацию абсолютизированы за ее субъектом. Соответственно, единственный путь, как эта информация, которая очень трепетная и действительно касается кровных родственников, может к ним попасть, это тогда, когда сам субъект, носитель этих данных, в данном случае пациент, из биологического материала которого был установлен этот диагноз, предположение, заключение и все прочее, сам решит этой информацией поделиться. Врач-генетик не нарушит закон, если в рамках оказания медицинской консультации, сообщения диагноза, информирования по правилам 22 статьи, передачи медицинской информации, сообщит пациенту об этих особенностях, о том, что вот то, что у него обнаружено, может иметь значение для его близких. Вот такое действие, то есть передача, извините за аллегорию, мяча на этом футбольном поле на сторону пациента, это не нарушение никакого законодательства. То есть некое переложение, наверное, моральной ответственности в этой ситуации на сторону того, кто этой информацией обладает. Но исходя из действующего законодательства, вот сам врач при отсутствии согласия обладателя этих данных, субъекта права на соответствующую врачебную тайну, не в состоянии это сделать. Ну я уже сказал, что правовым механизмом, по которому это сделать возможно, это является, и оно всего одно, в медицине это ИДС, информированное добровольное согласие. Если прямо выражена воля и намерение субъекта носителя на то, что эти данные могут попасть таким-то, таким-то, таким-то лицам, ну тогда да, это его воля и его решение. Но я таких согласий не встречал, хотя законодательство не запрещает вам оформлять и такие согласия при работе, чтобы вот если друг озаботится необходимостью заранее обещать родственников и иных лиц, которым может это потребоваться. Поэтому если нет ИДСа, нет специальной записи в информированном добровольном согласии подобного рода вещах, в вещах закону в это дело просто не вправе. Огромное спасибо. Проблема в том, что когда получают информированное добровольное согласие на тестирование, как правило, может быть ни врачу, ни тем более пациенту не ясно, а кому же из родственников эта информация может понадобиться. Ведь мы же исходим из ситуации, что генетическая информация, она не только персонализирована, она семейна. И тогда получается, по вашему мнению, нам нужно на следующем этапе очередной раз получать информированное добровольное согласие уже после консультации и разъяснения пациенту о важности ее для родственника. Если эту информацию мы планируем передать от себя, то есть как врачи, то да, другого варианта просто не существует. Но, конечно, идеальный вариант, когда пациент согласен на то, после консультации согласен на то, что он сам проинформирует своих родственников. И вот я тогда передаю слово психологу, а как же нам сделать так, чтобы это было? Потому что на самом деле информация очень чувствительная. И я знаю, это не только у нас, это по литературе во всем мире. Очень часто пациенты отказываются передавать ее родственникам. Мы не знаем, какая там ситуация в семье, и как эта информация может быть использована во благо или во вред этому пациенту. Как нам сделать так, чтобы это не повредило? Спасибо. Сама информация, результат тестирования генетического, особенно если это положительный результат наличия патогенной мутации, которая касается не только его здоровья пациента, который проходит исследование, но и его родственников, она, безусловно, является стрессогенной. Когда пациент, его степень дискомфорта, напряжения и беспокойства увеличивается, если мы его информируем, в том числе о том, что от его решения будет зависеть то, как его родственники будут здоровы или нездоровы, и какие решения они примут. Но здесь я, наверное, продолжу линию коллег по поводу выбора, да, осознанного и с принятием ответственности. Наверное, принятие решения пациентам складывается, почему ему очень нужна точная, ясная и доступная информация. Потому что принятие решения складывается из ожидания. Я думаю, как отреагирует там даже моя сестра, услышав, да, о том, что у нее, возможно, есть патогенная мутация, от которой будет зависеть здоровье там ее дальнейшего потомства. И от ожидания все еще субъективное, да, в данном случае, то, как монтазирует пациент. И от оценки рисков. То есть у нас испортится с ней отношение, она обидится, да, как мне дальше выстраивать вообще эту коммуникацию. И тогда мы можем сопровождать в данном случае то, что мы делаем, проговариваем, а какие у человека есть эмоциональные, в том числе, переживания по поводу того, как сообщить, сообщать или не сообщать. И когда у него есть все плюсы, все минусы, когда мы можем критически, наверное, отнестись вместе с ним, да, немножко снизив уровень эмоционального вот этого стресса начального, дав ему на это время, оценить с ним, ага, все-таки риски больше, и поэтому важно позаботиться, потому что есть ценность семьи, да, есть ценность близких, или нет, то тогда как будто бы мы даем возможность пациенту принять наиболее там здравое решение, о котором он потом не пожалеет сам с течением какого-то времени. Наверное, наша забота о пациенте и косвенно забота о его родственниках через него будет заключаться в том, чтобы прояснить полностью для него картину, потому что понимание всей ситуации, полной картины будет способствовать принятию наиболее такого адекватного решения. Да, я соглашусь, но вот тут возникает проблема. На самом деле, когда врач-генетик консультирует, да, и сообщает, ну, как правило, установленный диагноз, да, это ожидаемая история, но, как правило, она все-таки негативная, эта информация. И к нам приходят пациенты, которые как раз обычно ждут, что не подтвердится этот самый диагноз. И для них эта информация шокирующая. Когда с ними стоит обсуждать вот все прочие истории до теста, после теста, нужно ли какое-то время, чтобы прошло для того, чтобы поднимать такие вопросы, которые касаются уже здоровья их родственников. И нужна ли здесь работа сразу, не только врача-генетика, но и психолога? Спасибо. Важный вопрос вы поднимаете. Вот сегодня по наблюдениям, да, таким практическим, мы видим, что есть уже на этапе, когда сказали пациенту о том, что ему предстоит сдать анализ на генетическое исследование, у него уже повышается естественным образом тревога. Он переживает, волнуется, а вдруг что? Вдруг там обнаружишь что-то плохое. И, соответственно, запускаются все его психогенные эти реакции, которые дальше влияют на его поведение, на то, как он будет с этим справляться или не справляться. И нам кажется, наверное, важным уже на этом этапе возможно подключаться не ко всем, а выявлять, да, благодаря диагностическим опросникам, которые мы даем пациентам, выявлять тех людей, у которых это высокие очень показатели, да, и брать их под наблюдение. Они в этот момент тоже нуждаются в помощи, и по их согласию можно уже с ним начинать работать. Но если мы говорим о том, что как информировать и как ее давать сразу всю, да, о том, что вот еще до генетического исследования о том, что ему нужно будет еще побеспокоиться и подумать, что, возможно, придется подключать своих родственников, да, то, наверное, психика, которая находится в стрессе, не очень готова воспринимать такой большой объем информации. И перегруженность этой информации тоже может, да, неадекватные результаты давать и искажать восприятие человека, а может быть, еще больше повышать вот это тревожное, да, состояние. Может быть, это дозировано такое сопровождение на всех этапах прямо от начала, да, и до этапа, когда уже приняты решения. И, как правило, если мы говорим о том, что самые часто встречающиеся, да, психические, психологические проблемы у пациентов, участников генетического тестирования, это тревога и депрессивные переживания, подавленность, да, то здесь нам как будто бы важно позаботиться об их эмоциональном состоянии и, снизив этот дискомфорт, да, обеспечить им возможность эту информацию еще раз перерабатывать. И тогда, получается, мы нуждаемся в повторном, да, таком и разном информировании. В повторном с генетиком или в повторной встрече с психологами? Повторная встреча с психологами, и на встречах с психологами, как правило, они, пациенты эти, приходят с вопросами уточняющими, да, и они нуждаются в том, чтобы был доступ к повторному задаванию вопроса. В том числе и генетику. Да, в том числе и генетику. А тут у меня еще вот как раз к этой ситуации еще один вопрос. А вот замечательно поработал генетик, прекрасно поработал психолог, а пациент все равно говорит, нет, я не хочу. И в то же время этический долг врача предотвратить серьезный вред для родственников. Бывают такие ситуации. В некоторых странах разрабатывали механизмы преодоления конфиденциальности. Вот, Олег Сергеевич, что вы можете по этому поводу сказать? Ну, вот здесь как раз перейду от вот этого действующего к тому, как это может быть. Елена Геройда, на самом деле, озвучивая опыт Израиля, тот механизм, который здесь, на нашей почве может развиваться, некие его основные контуры, я обозначил. Ведь когда мы говорим о любых подобного рода решениях, связанных все-таки с принятием такой ответственности и особой роли самого врача, медицинской организации в терминологии нашего законодательства на себя, это для юриспруденции квалифицируется каким образом? У нас есть известный конфликт, еще там идущий от самых-самых основ наших, даже не наших правопорядков, конфликты частного и публичного. И вот поиск и извечное движение границы частного и публичного это то, что всегда присуще юриспруденции. То есть, в какой момент вот этот публичный интерес, который предполагает собой нечто внешнее, то есть, не относящийся к интересу конкретного человека, а тогда, когда кто-то считает необходимым заботу о других людях. Это вот эта внешняя публичная общественная ценность. Здесь начинает перевешивать. Повторю, ничего такого пока у нас в Российской Федерации нет. И, наверное, единственным таким аналогом, он неудачный, но просто это в той же философии находящейся для сравнения, это пример, когда прокурор получает право или по заявлению соответствующей медицинской организации предъявить в суд соответствующие требования в защиту интереса ребенка. Когда его здоровье угрожает опасность, а родители по разным причинам не предпринимают тех мер, которые просто необходимо принять исходя из медицинских показаний, и у медицинской организации, и у прокурора есть специальное право в рамках кодекса административного судопроизводства Российской Федерации инициировать соответствующее административное исковое заявление для того, чтобы по суду кого-то в чем-то принуждать. Но это не касается как раз наших случаев, это касается лечения заболеваний. А вот в отношении нашей ситуации, наверное, при конструировании такого специального правового режима и особенностей генетической информации, мы никуда не денемся от необходимости такого внешнего субъекта. И вот уже мы озвучивали, речь идет об особой роли этических комитетов, и на самом деле в существующей действующей системе, наверное, никакой другой институции мы придумать и не сможем. Другое дело, что это автоматически предполагает необходимость совершенствования их правового статуса, потому что много вопросов деятельности этических комитетов существует сейчас, поэтому если всерьез рассуждать и выстраивать режим, специальный режим генетической информации как семейный, то это автоматически означает решение вот этого вопроса. Потому что семейный статус означает ограничение конфиденциальности, ограничение медицинской тайны, а делать это можно, включая специальные механизмы, такие как, например, этические комитеты. Да, замечательно, вот прямо подошли к этой истории, хотя на самом деле действующие этические комитеты, конечно, никакими пока правами в этом направлении не обладают, но мне кажется, у нас самое время перейти к следующей части и к следующему нашему случаю, потому что семья и кровные родственники, которые являются собственниками генетической информации, это одна история, но в семье есть еще и супруги, они собственниками этой информации не являются. Можно вторую презентацию, пожалуйста, поставить? Значит, собственниками этой информации не является, но тем не менее семья, где планируется рождение детей или не планируется рождение детей, если люди вместе живут, и супруги имеют права на информацию о состоянии здоровья в настоящем, в будущем другого супруга, в том числе, чтобы планировать репродуктивное поведение и в том числе планировать, как жить вообще вместе. И вот этот случай у нас представлен от Александры Семеновой, она здесь в зале, если у нее будут вопросы, к ней будут вопросы, можно обратиться. Да, и это случай, я извиняюсь, я без очков, и мне приходится. Так, это случай хромосомной патологии, когда обратилась семья тоже с ребенком по поводу там аномалии развития и умственной отсталости, да, и когда начали обследовать, собирать родословную, выяснилось, что есть у отца сестра тоже с умственной отсталостью, при обследовании выяснилось, что в семье наследуется делиция, довольно, делиция там, да, если у отца там сбалансированная перестройка, так же, как у его матери, по-моему, да, то вот те ребенок и его тетя унаследовали не сбалансированный кариотип, и они имеют эту патологию. И дальше возникает вопрос, дальше возникает целая серия вопросов, которые вот здесь ставятся. Значит, первый вопрос, конечно, это о праве супруга на такую информацию, причем одного из супругов, о праве на носительство патогенного варианта, который может привести к заболеванию ребенка или заболеванию у носителя такого патогенного варианта. Ну, естественно, если планируется в браке рождения детей или если в браке рождения детей не планируется. Ну и дальше кто и как должен информировать партнера. Здесь мы уже частично ответили, и я думаю, что мы подробно обсуждать не будем. Но вот у врача возникает вот какая проблема. Когда семья находится на приеме, и врач потом выписывает заключение о том, тех патогенных вариантах, которые найдены, в том числе и о том, что один из супругов является носителем, как сделать так, что если носитель не хочет, чтобы супруг знал информацию о нем, о том, как написать, сформулировать это заключение, выдать это заключение так, чтобы его интересы были защищены. Олег Сергеевич, давайте с вас начнем в этот раз. Хорошо. Как проинформировать? Наше законодательство не различает эти две ситуации. Планируется деторождение либо не планируется. Это неважно с точки зрения закона. Это информация частная. Обладателем которой является субъект, чей генетический материал исследовался, соответственно, говорить о чем-либо супругу из любых побуждений мы не можем. Единственное исключение у нас предусмотрено очень серьезными ситуациями, и опять же, это не касается нашей сегодняшней тематики, это касается инфекций, известных, передающихся в том числе половым путем. Сокрытие такой информации составляет преступление. И в Уголовном кодексе есть соответствующие статьи, когда речь идет, по сути, хоть это формально с точки зрения уголовного законодательства считается грубой неосторожностью, но вместе с тем это очень сильно ограничит с умыслом, потому что вероятность не заболеть при соответствующих контактах, она очень высока. Ничего подобного в отношении генетической информации и заболеваний, о которых может свидетельствовать генетическое тестирование, действующим законодательством не предусмотрено. Поэтому информировать партнера, супруга, никаким образом врач без наличия согласия соответствующего носителя этой информации не вправе, не может, иначе речь идет о разглашении медицинской тайны. Вот вопрос второй, он очень интересный, как таким образом... Я правильно, вероятно, понял, что это как некий посыл сигнала такой, да, получается? Ну, отчасти да. На самом деле, когда заключение об обследовании ребенка, и там включается... Ну, у нас просто очень нередко нужно для доказательства типа наследования и прочего, обследования родителей, и все это выписывается в одно заключение, да? И это заключение доступно обоим супругам. Да? Как вот, по-вашему, насколько правильно мы действуем? Мне кажется, это ваша хитрость такая, но не буду говорить... Это Александр хочет прокомментировать. Пожалуйста. К сожалению, у генетика на приеме это семья. И иногда пациент приносит заключение исследования своего родственника. Мы же не спрашиваем, откуда он их взял. Согласие того родственника, чья эта информация, он же не приносит к нам. И по результатам мы должны написать, согласно анамнезу. И все вот эти вещи. И здесь тоже вот такие вот вопросы. Больше того, в итоге мы должны вынести заключение, каков риск рождения больного ребенка. Это наша работа. Если, например, я знаю о том, что риск высокий, но я не могу сообщить другому партнеру, как мне написать заключение, чтобы были права обоих супругов соблюдены? Вот вы еще более усложнили ситуацию. Я должен вас, наверное, получается разочаровать. Потому что вот ту практику, которую вы назвали, она очень рисковая. Вы очень многие риски на себя принимаете, когда берете заключение чужого субъекта, то есть не того, а его родственника, и начинаете давать ему какой-то анализ, не будучи уверенным в том, что тот, к кому относятся эти данные, дал вам на это согласие. Как из этого выйти? Ну вот мы поминовали трех субъектов. Мы поминовали вот этого родственника, некого внешнего. Мы поминовали собственного носителя, который в любом случае вам подписал ИДС, и вот члены его семьи. Вот эти двое, от которых у вас нет ИДС, должны оформить ИДС. Если у вас его нет, вы находите в зоне риска. Ну, вернее, не вы, да, извините, да, если такое вы. Речь идет о... У нас субъектом является медицинская организация. Вот она стоит... Под какой риск? Она стоит под риск привлечения, ну, если кто-то там озаботится этим вопросом, иска о защите чести и достоинства в отношении нарушения персональных данных, в отношении нарушения конфиденциальности. Вот какая, к сожалению, ситуация сложная здесь в этой истории складывается. Мне еще хотелось бы, знаете, какой комментарий? Олег Сергеевич, вот по Семейному кодекску, насколько я помню, там есть статья о том, что до заключения брака потенциальные супруги должны предупредить друг друга, в том числе и о наследственных заболеваниях. И даже там прописана возможность бесплатной семейной и генетической консультации. Вот. Но это до заключения брака. А если ситуация возникает вот так после заключения брака, когда ребенок уже родился? Тут-то как быть? Да, и один из супругов вдруг отказывается информировать. Я вот предупредил в самом начале что-то. Выводы звучат порой так кондово. Ну, простите, я должен говорить, как это могут, может, с чем вы можете столкнуться, когда вот, например, это будет не наша конференция, да, а зал суда, не дай бог, и суд будет рассуждать так, как я сейчас озвучиваю. Он работает в рамках формального права, не толкуя в этой ситуации закон расширительный. Почему я должен так говориться? Потому что, ну, зная основные тенденции правоприменительной практики, вот эти вещи, о которых мы сегодня с вами говорим, это вот вопросы о тайнах, они толкуются чрезвычайно узко, чрезвычайно формально. И вот здесь любое вот вступление в сторону, чем бы оно ни было мотивировано. Оно вот правоприменителем, оно вот не учитывается, если закон ему не дает на это право. Закон не дает. В отношении вопроса Вера Лянина, почему так написан законодатель? Позвольте, я сегодня, видите, вспомнил про латыни. У нас есть такая замечательная фраза, крылатая, «Dura lex ad lex», она звучит. Суров закон, но он закон. Вот если в законе таким образом зафиксирован, значит так. Другой этап не урегулирован, значит не урегулирован. Нельзя. Это персональная информация. У вас, как у профессионального сообщества, есть понимание, что она семейная. У права такого понимания в настоящий момент нет. Поэтому если мы говорим о действующих формулировках действующего законодательства, каждое отступление в пользу – это нарушение. Это нарушение и это создание основания для соответствующих исков. Не делайте так. Но вот это с точки зрения права. А что с точки зрения этики? Ну, все тоже довольно сложно. Мне кажется, что эта ситуация, в общем-то, можно представить, что приходят два человека, и один из них говорит, что там как-то предупреждают врача, не сообщайте о моем диагнозе. Но эту же ситуацию можно увидеть еще и, например, когда речь идет о отцовстве. Выясняется, что отец не отец. И, в общем-то, консультирование пара и врач фактически не может им конкретно ответить на вопрос, откуда проблема, потому что один из родителей, в общем-то, не родитель. Вот здесь та же самая ситуация, что врач фактически не может ответить на вопрос. Он говорит о том, что да, у ребенка вот такая ситуация, но откуда это он не может. И с точки зрения этики есть такая проблема генетической ответственности. Она связана с тем, что члены семьи, ну, в силу каких-то сложных обстоятельств в семье, как правило, оказываются перед такими моральными дилеммами, когда они становятся как бы виноваты в таком семейном анамнезе. То есть они испытывают чувство вины, ну, какой-то там даже какие-то моральные такие вот аспекты здесь есть, когда человек понимает, что он виновник, да, там какая-то божья кара за каких-то родственников, еще что-то. Тут могут быть разные трактовки, я не буду на этом останавливаться, но он в силу вот этих обстоятельств может даже не хотеть что-то говорить или, например, сообщать о том, что там есть вот сестра, да, там еще кто-то это. Реальная ситуация, ее надо учитывать. Мне кажется, что если вот практически здесь посмотреть на эту ситуацию, то, скорее всего, нас уже успокоили, что право нам не позволит никак решить эту ситуацию, нарушить конфиденциальность. И это действительно так. Но, наверное, надо медикогенетическое консультирование выстраивать так, чтобы, ну, были какие-то возможности у врача, ну, более-менее дать понять паре, что вот ситуация, да, она наследственная расслуживая генетика, информация, ну, как бы вот у вас есть о ребенке, да, ну, и вот подводить к тому, что все-таки придется как-то эту информацию донести до той стороны, поскольку здесь, вот смотрите, если, как бы, рождение детей не планируется, мне кажется, здесь нету такой уж прям сложной ситуации. Ну, от кого-то у нас следовало. А есть ли интересы третьих лиц? То есть будут ли у нас следующий, следующий ребенок, будет ли он здоровым, если пациент напрямую спрашивает врача? Как отвечать? Ну, да, совершенно верно. Вот эта история, ну, когда будет ли здоровым, а главное, что когда врач начинает рекомендовать, ну, инвазивные методы дородовой диагностики, он же должен разъяснить, а почему? Почему повышен риск и почему такая история возникает? А что касается, когда не планируется дедорождение, тут тоже не так просто. У нас очень много заболеваний с поздним возрастом начала, и мы знаем, что к нам обращаются супруги с просьбой узнать о результатах тестирования своего супруга, потому что они тоже построят свою жизнь, исходя из того, что да, а стоит ли сохранять этот брак, если в перспективе у него на руках окажется тяжело больной человек, которого надо содержать, за которым надо ухаживать, на которого, в конце концов, надо зарабатывать. Да, то есть это все на самом деле очень непростая ситуация, и это просто говорит о том, что проблем много. Но, кстати, вот о чувстве вины и здесь. Вот, Айдан, пожалуйста. Спасибо. Хотела дополнить, что восприятие этого результата, генетического исследования, получается довольно двояким, причем с слов самих пациентов, потому что, с одной стороны, это формирует здоровье, изберегающее поведение, я заранее могу предотвратить развитие каких-то тяжелых заболеваний, да, и позаботиться о здоровье. Но при этом есть, правда, моральные дилеммы, которые завязаны на чувстве вины, и не только, не то, что я, да, стану виновником того, что мой ребенок заболеет, и я стану виновником того, что моя семья обречена на обеспечение, какого-то, да, дальше лечение ребенка, а скорее еще страх, стигмы со стороны своих близких, со стороны родственников, что меня заклемят, меня будут считать виноватым, да, и из-за этого страха нежелание как будто бы сообщать. И тогда мы можем, это мы, я имею в виду специалисты службы психического здоровья, да, можем исследовать, а что стоит за этим нежеланием сообщать. Возможно, за категоричным, если вот коллега, который сегодня представляет, да, и респруденцию, и закон, говорит о довольно категоричных категориях, то есть семейные психологи, которые буквально подводят супругов к вопросу, да, вот для тебя это важно, для тебя это важно, а что для нас важно, потому что планирование беременности, да, это же вопрос общих целей и ценностей. И тогда можем ли мы с тобой коммуницировать так, чтобы прийти к единому? Ну, конечно же, сложно рассчитывать на осознанность двух родителей, да, и, возможно, это вопрос просвещения, вопрос информирования о том, что можно обратиться, да, к стороннему специалисту, который может помочь прийти к какому-то единому решению. Ну, во всяком случае, при медико-генетическом консультировании, наверное, генетику в том числе и такую ситуацию надо иметь в виду, и, может быть, рекомендовать вот направление в какую-то историю. Но вот для того, чтобы как раз не раскрыть информацию, не знаю, мы как-то обсуждали, как формулировать заключение, была у нас такая в институте дискуссия, и в том числе думали о том, что писать разные заключения на разных специалистов. Я не знаю, может быть, даже было бы целесообразно этих людей консультировать раздельно, не вместе, а раздельно. Особенно тех, у кого найдена какая-то патологическая мутация, патогенная мутация. Мария Владимировна, а как, по вашему мнению, вот эта ситуация для врача именно, как бы лучше ее было разрешить во время консультации, во время сообщения диагноза? Вы знаете, с одной стороны, мне хочется сказать, что каждый случай индивидуален. Действительно, это так. Но вместе с тем для самого врача каждый раз выдумывать и изобретать велосипед достаточно сложно и эмоционально-психически затратно, я бы сказала. Поэтому мне кажется, здесь, особенно учитывая наше нынешнее законодательство, я здесь понимаю настойчивость нашего уважаемого юриста сегодня, что все-таки есть понимание со стороны права именно, как дела обстоят. Все-таки следует, с моей точки зрения, выработать некий алгоритм действия для консультирующего врача, к которому он мог бы прибегнуть в тех или иных случаях. В частности, вы упомянули только что необходимость раздельной консультации и как раз сняли слова у меня с языка. Действительно, я считаю, что в ряде случаев, когда особенно речь идет о наследственной мутации, которая может быть выявлена у одного из супругов и которая могла стать причиной синдрома заболевания у ребенка, что вполне вероятно, необходимо именно раздельная консультация с предоставлением этому супругу права и, соответственно, предоставлением ему ответственности за информацию, и он сам может выбрать, сообщать ли об этом своему супругу или нет. Ну а с точки зрения, вот все-таки я считаю, что Олег Сергеевич не ответил на вопрос коллеги по поводу того, что врач обязан вроде как написать в заключении, какого типа наследственностью обладает данная патология, какого там, может быть, типа пенетрантности и так далее. Вот что делать здесь, коллегам, мне пока не очень понятно. То есть есть ли у них тогда возможность не писать, допустим, степень возможности, вот эту возможность, этот процент, с которым то или иное заболевание может быть унаследовано или с которым то или иное заболевание может проявиться? Не будет ли этому врачу тогда вот некое другое уже взыскание? То есть врач попадает в некие тиски, не напишет, ему будет взыскание за то, что не написал. Напишет, ему будет взыскание за то, что написал. Вот здесь все-таки я буду вынуждена обратиться к Олегу Сергеевичу за некоторым пояснением, потому что мое любопытство пока не удовлетворено в данном вопросе. Могу, Мария Владимировна, спасибо большое. Да, у нас ушла дискуссия в том смысле, что я сначала думал, что речь идет о некоторой такой формуле а-ля хитрости, что что-то там сказать или сказать таким образом, чтобы это вроде как содержало некий шифр, послание, да, вот в сторону тех, кому эта информация может быть важна. Конечно, речь идет вот о чем. При формулировании диагноза, и здесь, конечно, право ведь не учитывает специфику различных диагнозов в этой части, речь идет просто об общей категории диагноз. В большей степени это отнесено на роль соответствующей медицинской организации, внутри которой определяются стандарты и на уровень подзаконного регулирования в рамках Минздрава, как и какой диагноз должен фиксироваться. Конечно, сокрытие информации с точки зрения полноты, вот то как раз, о чем вы сказали, это очевидно будет нарушение стандартов и правил, в том числе правил клинической практики, когда мы говорим о ней в целом, и стандартов, которые предусмотрены подзаконным регулированием Министерства здравоохранения Российской Федерации. Но если же мы говорим о том, что данная информация должна быть и несет в себе риск того, чтобы быть раскрытой, то я скажу общую формулу, из которой исходит наше действующее законодательство. Она исходит из того, что полнота диагноза и само по себе заключение должно предоставляться, вот когда мы заговорили о медицинской семейной такой консультации, ведь на самом деле это не совсем такая процедура-то следующая из закона. Консультация презюмируется как все-таки личная коммуникация врача и пациента, соответственно, и сама по себе охрана медицинской тайны находится вот в этой коммуникации врача и пациента. Таким образом, вот это заключение, пусть оно и содержит в себе, может быть, некую информацию, которая может повлечь некое распространение этой информации, если оно отвечает требованиям, которые предусмотрены Министерством здравоохранения к формулированию диагнозов, с указанием в том числе пенетрантности и так далее, этих показателей, тогда здесь никакого нарушения закона нет, и такое заключение врач-генетик выносить может. Они просто приходят к нам с вопросом о прогнозе деторождения, риск развития патологии у детей, и мы должны написать эту информацию, исходя из анамнеза, исходя из результатов исследования, к сожалению, у генетика единица консультирования не пациента, а семья. Да, у нас в любом учебнике написано, да, это абсолютно тиски, я абсолютно согласна. И вот это, наверное, я тогда, позвольте, такое некое саморезюме в этом смысле сделаю, вот тот кейс, который мы сейчас разбираем, тот сложный случай, он является, наверное, очень важным и показательным примером того, что нам пора идти по пути специализации правового режима. Это как раз с точки зрения развития нашего законодательства. Специализация правового режима генетической информации, которая будет учитывать хотя бы вот эту вот особенность, о которой все коллеги говорите, чего сейчас просто нет в 323-м федеральном законе, это просто повод к тому, чтобы закон здесь не чему-то вас препятствовал или какие-то действительно тиски создавал, а создал возможности для комфортной работы. Да, совершенно замечательно, да, это повод для совершенствования закона. Да, мне хотелось бы еще сказать, что ведь речь-то идет, вот мы все время диагноз – диагноз, а речь-то идет о носителях, совершенно здоровых людях, у них нет диагноза. Да, еще одна правовая проблема, но их генетический статус может повлечь диагноз у их ребенка. Это важная информация, которая охватывается 22-й статьей закона, когда мы говорим, даже термин – информация о состоянии здоровья. И она как раз раскрыта таким образом широко, что это не только собственный медицинский диагноз, но и то, что там может способствовать самая разная совокупность факторов, которые свидетельствуют, и врач-генетика как раз об этом и сообщает. И вот не только на диагноз, но и на всю эту информацию по 22-й статье закона распространяется режим врачебной тайны. Да, хорошо, давайте тогда, раз уж мы к детям перешли, давайте поговорим, пожалуйста, третий клинический случай, давайте, вернее, тут два целых клинических случая, давайте тогда поговорим о правах родителей на генетическую информацию о ребенке. И здесь, конечно, у нас два клинических случая, представлены разными врачами, это все реальные случаи. Вот первое, речь идет о хореи Гентингтона. Для тех, кто не невролог и не генетик, могу сказать, что это тяжелое заболевание неврологическое, которое начинается поздно, не в детстве, даже, как правило, не в отрочестве, а может начаться на втором, третьем, четвертом, пятом и так далее, десятилетии жизни, в зависимости от того, какие мутации есть. Неврологическое заболевание, сопровождающееся когнитивными нарушениями, и от момента первых симптомов до смерти в среднем проходит около 15 дней. Человек инвалидизируется, остается на руках у семьи, и, как правило, пенетрантность его полная, да, как правило, носители мутации, если доживают до возраста проявления, то все заболевают, и, как правило, они знают, если выявлена мутация, что их ждет, потому что они видели, как правило, своих таких больных родственников, и очень часто обращаются за тестированием детей, но не родители. Как правило, обращаются бабушки, более старшее поколение. И вот здесь один случай, когда, первый случай, когда на прием пришла опекун, бабушка по отцовской линии, вместе с отцом и с ребенком, и мать ребенка больна, это были еще больные родственники, мать уже инвалид, она не встает, именно поэтому назначен опекун, и самое-то интересное, что пришли они уже с результатом анализа из сторонней организации. У нас сейчас очень легко можно сделать генетическое тестирование по запросу, ну, практически можно послать образец по почте с запросом, заплатить деньги и получить результат анализа, написав все, что угодно. Да, у ребенка повышенное число вот этих самых тринуклеаденных повторов, у него патогенный вариант, и сейчас они обратились, собственно, за тем, что начинают разыскивать какие-то симптомы, и искали они причину особенности развития ребенка, и посчитали, что может быть в этом. Неврологический ребенок совершенно здоров, но там есть еще один брат, о котором начали говорить, они протестировать ли нам этого ребенка тоже. Особенность Хорригентингтона в том, что мы не имеем никаких методов профилактики или эффективных методов лечения этого заболевания, не то что в подростковом возрасте или в детстве, которое можно использовать, а вообще там лечение симптоматическое. И вот встает вопрос, можно я вот так сейчас перелистаю, встает целый ряд вопросов о правах родителей, как далеко распространяется право родителей на генетическую информацию о здоровье ребенка, и стоит ли предоставлять такую информацию, если никакой медицинской пользы, собственно, для ребенка в этом нет. Ну, давайте начнем тогда с биоэтика. Ну, мне кажется, что здесь, в общем-то, вот эта идея открытого будущего. Я напомню, что идея открытого будущего возникла благодаря философу Файнбергу, который комментировал дело, связанное с отказом общины амишей, чтобы их обязательное образование, да, и, в общем-то, он говорил, что община, которая пытается судиться, отстаивать право детей не получать общее образование, как все остальные, в общем-то, ограничивает их возможности будущим, таким образом закрывает им, ну, эти возможности, да. Идея открытого будущего, он предложил такое право, ну, одно из доверительных прав, когда, собственно говоря, у человека есть право до наступления 18 лет, да, но иметь вот эти возможности, которые ему потом позволят себя реализовать в той или иной степени. В медицине право на открытое будущее в 90-х годах утвердилось генетике из-за вот этой проблемы, связанной с информированием и тестированием детей. Вот. Мне кажется, что здесь не всегда однозначно можно говорить о праве на открытое будущее, потому что родители принимают очень много решений относительно своих детей, начиная с раннего возраста, относительно их здоровья, да, и относительно там много чего еще. И, собственно, не всегда эти возможности закрывают их, вернее, вот эти решения закрывают их возможности. И не всегда тестирование будет рассматриваться как ограничение права на открытое будущее, хотя трактуется это вот всегда вот, ну, так довольно широко. Мне кажется, что здесь в целом, если говорить о возможности тестирования ребенка, то я скорее сторонник тестировать, но, как Мария Владимировна говорит, каждый случай отдельный, и говорить, что есть какие-то общие принципы, которые бы определяли такое право тестировать, наверное, невозможно. Если говорить об общих принципах, то это, конечно, интерес ребенка, интерес семьи, в смысле здравоохранительные интересы. Это, конечно же, защита их здоровья. И еще один момент, о котором мы часто не говорим, почему-то об этом никто упускается, это интересы самих взрослых родственников. Вот если посмотреть на эту ситуацию, что если пробандом оказывается этот маленький ребенок, а хорея у мамы наступит в 35 лет, мы просто случайно выявили этого ребенка, который унаследовал от мамы, а мама заболеет скоро, то вот тут интерес этого ребенка в том, что эта мать как бы побыстрее об этом узнала. То есть, может быть, я не совсем эту ситуацию аккуратно моделирую, тут, наверное, какой-то другой, может быть, там, с Берсеей лучше случай, да, бы это проиллюстрировал. Но, тем не менее, иногда то, что мы находим у ребенка из-за того, что мы его тестируем по какой-то причине, может быть интересом старшего человека в этой семье, потому что мы ему скажем, вы посмотрите у себя, что у вас там происходит, может быть, вам как раз у вас сейчас то время, когда пора беспокоиться. Если говорить об этом конкретном случае, учитывая, что все-таки хорея – это тяжелое заболевание, и у семьи есть очень тяжелый опыт, связанный с переживаниями близких родственников, у них, естественно, будет это беспокойство, и они, естественно, этих детей будут таскать по всем возможным там врачам. Они обязательно только генетику, они и к неврологам будут ходить, еще куда-нибудь будут ходить, пытаясь все-таки определиться. Вот в некоторых случаях, мне кажется, что даже если нету лечения, а все-таки здесь какое-то симптоматическое лечение есть, но если критерий неизлечимости, излечимость – это ключевой критерий, на мой взгляд, в таких случаях, он очень важен. Иногда неизлечимое заболевание, в общем-то, наверное, лучше не знать, ну, то есть не информировать. Но вот в этой ситуации, где есть этот опыт, этот критерий, скорее всего, не будет работать, а вот это беспокойство может быть снижено за счет очень грамотной консультации с врачом, не только генетиком, но и какие-то другие специалисты. Какая-то, может быть, междисциплинарная нужна консультация, которая позволит все-таки семье немножко успокоиться и принять ту или иную ситуацию как факт. И вот здесь, конечно, очень большая, наверное, нагрузка ложится вообще тогда на всю систему здравоохранения. Если медицинская генетика будет все больше и больше устраиваться и все больше будет такого беспокойства и какой-то профилактики требоваться, то, конечно, это будет довольно большой вызов для системы здравоохранения. Люди все больше узнают о том, что можно что-то проверить и, соответственно, что с этим делать. Я считаю, что здесь, учитывая, что они уже нашли, наверное, надо информировать, но как быть со старшим ребенком, надо обсуждать это. Но если там очень высокая настороженность, очень повышенное внимание, то, скорее всего, тут надо тестировать, конечно. Но на самом деле, что касается хореи, то есть международная рекомендация не тестировать, потому что там высокая суицидальная готовность. Я, честно говоря, хотела чуть попозже показать этот случай, но вернемся вот ко второму случаю, который я анонсировала. Этот случай, в общем, для всех нас был очень таким тяжелым, я бы сказала, моральным отношением. Ситуация похожая, тоже хорея гентингтона. Но только на прием пришли с ребенком мачеха и папа. Вот обратите внимание, и в одном, и в другом случае папа участия не принимает. Здесь активно мачеха привела ребенка, они тоже его оттестировали в сторонней организации, тоже у него повышенное число повторов. А мама его родная умерла от хореи гентингтона всего 8 месяцев назад. Ребенку сообщили, кстати, о том, что он носитель. И мачеха настаивает на том, что у него есть неврологические проявления, и он уже заболевает. Понимаете, что все это очень-очень короткий период. И вот здесь возникает беспокойство вообще за судьбу этого ребенка и этой семьи. И в данной ситуации как раз тестирование, то, что мы называем через прилавок в коммерческих организациях, без медицинского сопровождения. Потому что если бы, допустим, они пришли к нам в центр с таким запросом, им бы отказали в тестировании. Но у нас есть возможность это делать без всяких медицинских сопровождений. И вот эта ситуация, мне кажется, я понимаю, что она такая вот, ну уж совсем критическая, но ситуация страшная. И что касается прав ребенка, Олег Сергеевич, прокомментируйте? Да, конечно. Ну, первое, наверное, сразу скажу с конца. Что на самом деле вот вся острота этих случаев, она тоже является поводом для того, чтобы мы задумались все-таки об ограничении субъектного состава. Потому что мы видим, что погоня за коммерческой прибылью в ряде случаев может лечь очень серьезные социальные последствия. И как вот вы как раз и говорите, как говорят специалисты, другие в этой части, ведь польза от данной информации и вот это известное для медицины соотношение риска и пользы, здесь далеко не очевидно. Если говорить о правовых аспектах, да, об обоих этих кейсах, конечно, здесь вопрос очень серьезный. Ну, по поводу первого случая у меня вопрос возникает к фактическим обстоятельствам. Как там так могло получиться, чтобы бабушка стала опекуном при живом отце? Это вот удивительная ситуация, потому что даже когда один из родителей по разным причинам уходит от своих обязанностей, либо по объективным причинам, либо каким-то субъективным, второй родитель продолжает осуществлять функции законного представителя. И здесь возникает вопрос, на самом деле, чисто правовой. Вот в первом случае, каким образом появился опекун, значит, может быть, отец был лишен родительских прав, вот эти вот, они важны с точки зрения того, чтобы врач не попал в некий капкан, потому что он действительно должен убедиться, что с ним общается правомочный субъект. Вот если бабушка пришла с соответствующим документом от органа опеки и попечительства, который определил ее статус как опекуна, да, это законный представитель, который имеет право действовать в этой ситуации от имени ребенка. И все, что касается детей, у нас в действующем законодательстве основано на следующих положениях. Ну, прежде всего, это, конечно, конституция нашей страны, которая определяет, что именно родители до совершеннолетия, это их право и обязанности осуществлять воспитание детей, заботиться об их здоровье. И в развитии этих конституционных положений, в законе об основах охраны здоровья граждан есть определенная градация в отношении любой информации о здоровье человека, включая информацию генетическую, применительно к возрасту. Общее правило – это 15 лет. Ну, и, соответственно, если у ребенка в таком возрасте есть проблемы с таким заболеванием, как наркомания, законодательство предполагает повышение этого возраста до 16 лет. Так вот, до 15 лет информация не сообщается ребенку напрямую, она должна сообщаться его законному представителю, коим должен являться или родитель, или лицо, которое по объективным причинам будет его заменять. До 14 лет такое лицо называется опекуном, после 14 оно должно называться попечителем. А после 15 лет, ну, вот для наркоманов после 16 лет, эта информация сообщается напрямую ребенку до достижения возраста совершеннолетия, и одновременно медицинская организация обязана предоставить такую информацию его законному представителю. Таким образом, закон исходит из того, что, реализуя вот эту конституционную функцию, родитель принимает на себя ответственность за эту информацию в отношении своего ребенка в рамках исполнения своих родительских обязанностей. И вот до 18 лет мы действуем в такой презумпции. Но я должен сказать, что даже вот при таких очень деликатных случаях, когда нам кажется, что все-таки родитель действует не в интересах своего ребенка, и мы можем даже быть в этом убеждены с профессиональной точки зрения, с точки зрения регулирования, нам к этим вопросам надо проходить очень-очень аккуратно. Это очень деликатная тема. У нас все это деликатно, а тема с детьми, она вдвойне деликатна. Объясню почему. Потому что сейчас действующие наши конституционные векторы развития, это очень важно понимать, основан на внедрении наших традиционных ценностей. И вопрос, который касается отношений родительских и детских, он как раз к этим ценностям относится чуть ли не во главе списка. Любое регулирование, которое касается вмешательства внутренние дела семьи, как раз охватывается и маркируется как маркер ювенальной юстиции, известные, к сожалению, нашим многим западным странам. И вот они как раз этими механизмами жонглируют, варьируют во всех проявлениях родительско-детских отношений. Поэтому вот здесь установление, я сейчас говорю с точки зрения будущих регуляторик, каких-то жестких правил, когда надо вмешиваться в родительско-детские отношения, эта вещь очень сложная и тонкая. Наверное, это делать как вот вектор не следует. Но другое дело – это совершенствовать, конечно, медицинскую практику. Повышать от... Вот в обоих случаях, как вы правильно отметили, меня как именно человека, который представляет здесь правовую форму этого вопроса, просто возмущает поведение законного представителя отца. Это все-таки его. И конституционные, и законные обязанности, и законодательство исходит из того, что это на его, не только совесть, а это в его правовом статусе заложено, несение такой ответственности. Возможно, ну мы понимаем, что ведь степень просвещенности в этих вопросах, она крайне разная. Здесь очень высока роль вас, уважаемые коллеги, о том, чтобы все-таки отец понимал, другой законный представитель, вот в данных двух случаях это был он, да, что это его зона ответственности. И врачи-то могут ему это сказать, и могут его предупредить о определенных последствиях, в том числе психологических, очень важных последствиях для здоровья его ребенка о сообщении той или иной информации. Поэтому вот резюмирую, к сожалению, с точки зрения действующего законодательства нарушений никаких нет, только если законный представитель в этом участвовал, и вот то, как он сам доводит эту информацию до сведения своего собственного ребенка, это его сфера ответственности. Но при этом одновременно, через запятую, обращаюсь к вам с большой просьбой. Понимая, что те высокие сущности, о которых мы сегодня дискутируем, далеко не находятся в нашем общем понимании, очень большого количества наших людей, пожалуйста, участвуйте в этом, потому что вам-то это понятно, а для этих людей именно вы, они же не к юристу пойдут по этому вопросу, в последнюю очередь подумают, что здесь вообще есть какая-то юриспруденция какая-либо. Они все-таки приходят к вам, и когда вы дадите ему такую очень ценную, я уверен, аккуратную рекомендацию, она очень цена будет для наших граждан. Я просто по другим случаям сужу, очень похожим на такие ситуации, когда рекомендации врача, они по сути и служат тому, чтобы не нарушать очень много юридических аспектов. И врач здесь, как бы это может быть не звучало, еще начинает выполнять функцию лекаря для правоприменения, лекаря для правопорядка. Спасибо. Тут Наталья Александровна хочет прокомментировать. Вопрос там у меня есть. Понимаете, мы в этой ситуации, мы понимаем, что оттестировав ребенка, мы не дадим никакую медицинскую информацию. И иногда пациенты, которые уже взрослые, они, зная о том, что один из родителей болен и имеют они рисками такое заболевание, они принимают информированное решение, хотят они знать, что у них это заболевание будет или нет. Ребенку мы такого права не дали. Мы заранее решили, а эту информацию, простите, если можно так использовать, разузнать уже никак нельзя. И очень часто такие случаи в моей практике были, когда какие-то члены из семьи, узнавая о своем генетическом статусе и видя, как уходил родственник, они заканчивают жизнь самоубийством. И это очень серьезный вопрос. То есть мы ребенку даем ту информацию, которую он, может быть, решил бы не знать. Может быть, когда ему будет 18 лет, и он сам решит, нужна ему эта информация или нет. Рецестироваться ему или нет. Вот абсолютно с вами согласен. В отношении права не знать, но действующее законодательство исходит из того, что отказаться знать за ребенка в этой ситуации должен, если это входит в сферу воли его законного представителя. То есть вот это право на отказ от получения информации в отношении детей, оно не то, что сейчас не предусмотрено, это будет неправильно, если мы это сейчас так констатируем, оно просто отнесено на воле изъявления законного представителя. За ребенка отказаться должен он. Ну вот видите, в нашем случае... Но, Олег Сергеевич, вы понимаете, что тут история гораздо сложнее. Если речь идет о заболеваниях, которые проявляются в детстве, это одна история. А вот это, когда они проявляются у взрослых, и, ну, собственно, что мешает обследовать взрослых? Эту информацию о возможности такого обследования, может быть, надо дать в определенном возрасте, но решить, воспользоваться этой возможностью или нет, человек должен сам, когда он достигнет соответствующего возраста. Ну, кстати, вот не очень хотел, но раз уж тут так пришлось, поскольку мы говорили о том, что у нас информированное согласие прямо вот во главу угла, вот мы сейчас начали неонатальный скрининг, и он-то как раз проводится для пользы, для здоровья ребенка. Вот, и тем не менее, у нас дают информированное согласие на то, чтобы взяли кровь у ребенка или нет и проводили дальнейшие обследования. Вот если родитель отказывается от этого, причем речь идет о заболеваниях, которые лечатся, и если диагноз вовремя не поставлен, то, скорее всего, это чревато опасностью смерти этого ребенка. Это как раз развитие того тезиса, который я уже озвучивал, когда вот в отношении ребенка у нас действительно в ряде случаев законодатель установил такие правила о том, что предоставить медицинской организации прокурору право выходить с специальным иском в суд, и чтобы суд уже принимал на себя ответственность за определенные решения. Вот в отношении неонатального скрининга таких решений не принято, и, соответственно, если родитель отказывается можно продолжить то, о чем все подумали, но не озвучили, совершая абсолютно нерациональное действие, но это его дело. У нас, знаете, ведь давайте вспомним чуть-чуть вот несколько лет назад, о чем мы все пытаемся забыть, эту несчастную прошедшую пандемию. Какое количество нерациональных действий с точки зрения целой категории людей в отношении вакцинации, вот, наверное, это заострило всю палитру всех вот этих возможных медицинских заблуждений в отношении этих явлений. Вот это рассуждение находится, на мой взгляд, с точки зрения юриста, видите, мы в формах рассуждаем, в правовых, примерно в той же правовой форме она находится, потому что это дело каждого человека. Вот так это сейчас, из этого исходит наш законодатель. Говорить о том, что нужно было бы сделать по-другому, конечно, можно, но пока, вот опять, делеги лата, мы исходим из того, что раз, к сожалению, родители такие, я специально это подчеркнул, что они вот не готовы воспользоваться услугами современной медицины, это их право. Ну да, но на самом деле тоже в разных юрисдикциях по-разному решают вопросы, особенно касательно неонатального скрининга, потому что, ну как это, государство как родитель, когда государство берет на себя ответственность защитить слабых. И в таком случае есть страны, где согласие на неонатальный скрининг от родителей не требуется. Ну вот и здесь я как раз должен сказать, что это еще один пример вот этого грани частного и публичного. Там, где государство не спросит, а подойдет к ребенку, это как раз публичная история. Мы пока до этого не пришли. Ну и еще плюсом, я сейчас не готов это как некое заключительное суждение озвучивать, но тем не менее, как дискуссионное точно, а не является ли, я в знаке вопроса это поставлю, все-таки проявлением вот этой ювенальной юстиции такое решение. Потому что это все-таки внешнее вмешательство в здоровье ребенка. вот здесь вопрос и многоточие. Ну да, но если здоровье, это какие-то отклонения, которые будут, а если речь идет о жизни и смерти? Очень сложный, ну вот, очень сложный вопрос. И я за то, чтобы вот наши канва дискуссии, в том числе вот эти два случая, привели нас к очень правильной и необходимой в этой ситуации мысли. За то, что все многообразие информации, а особенно генетической информации, которую мы получаем, получило, а, о чем я уже сегодня заявил, надеюсь, мы это поддержим, этот тезис, получилось все-таки специальный правовой режим, это номер один, и номер два. Внутри самой генетической информации мы сегодня обсуждаем случаи абсолютно разного содержания, о которых действительно имеет смысл сообщить, чтобы спасти здоровье ребенка, как вы спросили сейчас в этом вопросе, примитивно к неонатальному скринингу, о котором не имеет смысла сообщать, как, например, в наших кейсах, когда то даже если мы будем знать, мы ничего с этим не сделаем, но нет у нас никаких механизмов лечения такого заболевания. Вот здесь профессиональному сообществу вместе с коллегами-юристами, конечно, надо провести такую серьезную работу по специализации режима и по разделению категорий этой генетической информации, чтобы установить четкие правила для медицинского сообщества работы с ней. Та информация, которая подлежит соответствующему и передаче, и предоставлению. И та, предоставление которой создаст больше вреда, нежели чем полюс. Спасибо большое. Айдана, вот скажите, пожалуйста, возвращаясь к нашим случаям, не кажется ли вам, что здесь вот прямо, прямо вот генетику, хорошо бы направить к психологу эту семью, прежде чем выдавать какие-то заключения, чтобы как раз психолог разобрался в ценностях этой семьи и расставил правильные акценты. Спасибо. Я вообще хотела про детей родителей и про суицидальность детей, если мы говорим об этой серьезной проблеме, потому что взрослый, который в стрессе перестает быть взрослым, начинает заражать своим эмоциональным состоянием ребенка. И то, как он преподносит эту информацию ребенку, безусловно, будет влиять на психическое здоровье этого ребенка. Еще на прогнозы в будущем, то, как ребенок будет относиться к этому заболеванию, то вообще, насколько 8 лет можно переварить эту информацию. То, насколько родитель может своим поведением инвалидизировать ребенка, ограничивая во всем, таская по врачам, особенно если мы говорим о том, что в таких случаях может не быть рекомендации медицинского характера о том, а что делать, а как влиять, что с этой информацией делать. И тогда действительно, как будто бы здесь психолог не то, что решает этот вопрос с семьей и помогает разложить. Вот сейчас вы теперь можете, говорить, а сейчас не можете идти. А скорее оценивает, насколько родитель сейчас готов и способен донести до ребенка информацию, и учитывает вообще, помимо своего состояния, еще то, что это повлияет на состояние ребенка. Нам бы очень хотелось, чтобы наши взрослые, те, которые являются опекунами, те, которые являются законными представителями, в сознании своем обладали информацией и знаниями о психологических возрастных особенностях детей, о том, в каком возрасте, что для ребенка актуально, и насколько ему нужно будет это сообщать, насколько не навредят. Но реальность немножко другая. И, наверное, поэтому, может быть, когда мы говорим о семейных историях, такая командная работа кинетикой психолога, психолога семейного, психолога системного, психолога, который работает с детьми, будет как предложением родителям. Смотрите, ситуация сложная. Можем ли мы вам предложить? Почему бы этому специалисту не подключиться в вашу коммуникацию? Как вариант. Вариант, который может помочь и генетику, потому что генетик находится в сложной этической дилемме, в сложных вопросах, где республиканция говорит категорично, а нет и да. И таким образом позаботиться не только о семье, но вообще, наверное, о специалистах, потому что сегодня как будто бы мы еще поднимаем тему сложности эмоционального стресса работы генетиков, которые находятся подверженными под все эти ситуации. Как поддержать наших коллег? Наверное, я сюда в эту сторону. Да, совершенно верно. Это тоже очень важная история. Но вообще, на самом деле, у нас по порядку оказания медицинской помощи психологи должны быть в штатном расписании. Любой медико-генетической консультации там с какого-то уровня, на первом уровне, по-моему, нет, уже начиная со второго уровня, там психологи предусмотрены. Проблема в том, что штатные должности есть, людей нет. Да, и тут, я думаю, тоже какой-то аспект такой, что выстраивание этой системы очень-очень важно. И мы уже сами начинаем понимать, что мы должны работать вместе. Мария Владимировна, я вот хотела бы, знаете, какой еще аспект обсудить? Тот, который Елена Георгиевна затронула, это тестирование детей для пользы других членов семьи. Но это, конечно, не кхарея история, но она возникла-то как раз в связи с обнаружением у новорожденных при скрининге экзомов мутаций, которые могут привести к наследственным раковым синдромам. Там речь шла в первом случае о Берсее-2, мутации в Берсее-2. Вот как по-вашему, а вот эта история, она имеет у нас право на такое развитие и осмысление, или проще предлагать обследование не детям, а взрослым сразу? Вы знаете, с моей точки зрения, эти проекты про скрининг, про неонатальный скрининг и применение при этом неонатальном скрининге такие методы, как полногеномное секвенирование, это как, если мы решаем начать первые шаги в кулинарии с простых рецептов, вместо этого мы решили взять и сразу печь 15-этажный торт. То есть полногеномное секвенирование это метод, который нам дает максимально, может дать максимально полную информацию о геноме человека. Спрашивается, стоит ли нам, обществу, человечеству начинать с того, чтобы вот в неонатальном периоде делать именно полногеномное секвенирование. Такое очень, мы ставим себя сразу, с моей точки зрения, в такое очень неловкое, неудобное, непонятное нам самим положение, с которым вот нам теперь нужно как-то думать, что с этим сделать. С моей точки зрения, было бы более, наверное, более просто для нас же самих и более целесообразно начать с каких-то более ограниченных методов получения информации. Но здесь, с моей точки зрения, все упирается опять же в добровольно-информированное согласие. Это, по моим представлениям, единственный инструмент, который у нас на сегодняшний день есть. И я уверена, этот инструмент применяется. То есть, идя на такое обследование у ребенка, родители должны понимать, что они могут столкнуться с той информацией, с которой, может быть, не хотели бы сталкиваться. Они должны быть предупреждены об этом, их должны были максимально полно информировать об этом. Но, с моей точки зрения, это просто в какой-то степени снимает, может быть, ответственность с врача за какие-то возможные потенциальные последствия. Чисто, может быть, даже юридически, а может быть, не до конца. Аморальные, как ответственность, если это действительно понесет какой-то вред семье. Врач же все равно не машина, он же все-таки человек, который, возможно, уверенно, переживает за ту семью, в которой получились какие-то неблагоприятные изменения из-за предоставленной информации. То есть это такой добровольный информированный согласие, такой, с моей точки зрения, сырой инструмент, к которому мы обращаемся как единственным инструментом за неимением просто других. И к тому же зачастую, к сожалению, как я вижу из практики, не мои личные практики, вот вокруг меня, являясь как врачом, так и пациентом сама же, имеет очень такой формальный характер. Вот пациент поступает, ему дают кипа бумажек, которые нужно подписать. Ну, понятно, что зачастую пациент это все подписывает просто автоматически, машинально, особо не вникая в подробности. и зачастую врач тоже не вникает в подробные объяснения, что и как и почему за неимением возможностей, времени, желания, не знаю, и так далее, масса причин. Неонатальный скрининг при помощи по... секренирование такой ютилен. Алло? Да, слышим. Немножко зависало, но сейчас слышим. Ну, вот, если было понятно, что я имела в виду, несмотря на зависание, собственно, вот мое мнение. Спасибо большое. Я хочу обратиться к коллегам, какие комментарии по поводу и случаев, и вообще генетической информации ее статуса вы могли бы сделать, Елена Георгиевна. Да, спасибо. Мне кажется, очень такие... Как обобщение или все-таки по этому случаю уже? Ну, давайте как обобщение, уже. Ну, вот я хотела бы буквально две фразы сказать по поводу последнего случая, потому что когда я комментировала о том, что надо, да, я имела в виду все-таки здесь обе ситуации очень специфичные. Посмотрите, они-то уже пришли с результатами. Ну, грубо говоря, они сходили в генотек, а потом они сходят еще куда-то. У меня такое ощущение, что вот обе семьи пришли не за... По сути-то, не за тестированием. То есть я считаю, что и можно делать тестирование, уже у них есть результат. На самом деле, знаете, зачем они пришли? Мне кажется, они к врачу пришли. Нет, они пришли не просто к врачу, они пришли за доказательством того, что клиника уже началась. обе снижения, кстати. Может быть. Но вот у меня сложилось впечатление, что проблема-то как раз в том, что им не хватило вот этого медицинского сопровождения, то есть чтобы им объяснили, что все, да, вот что значит вот эти цифры, да, давайте еще раз перепроверим. Вот мне кажется, тут вот такая ситуация. То есть тут фактически-то вопрос уже не стоит о том, что сообщать им или не сообщать. Им уже сообщили. Без МГНЦ, кстати-то. И вот, наверное, если мы говорим о том, что до 18 лет должна быть клиническая значимость, то есть раннее начало, ранняя манифестация заболевания, там еще ряд критериев, да, то вот такие случаи все-таки это исключение. Если человек уже с результатом генетического тестирования, мы можем сомневаться в фирме, но в принципе он уже с информацией генетической. И это, наверное, какая-то особая такая часть вот этой проблемы. А то, что, наверное, надо было бы вот в качестве такого общения, мне бы хотелось все-таки поддержать идею Марии Владимировны о том, что информированное согласие это сейчас фактически единственный инструмент, который позволяет, ну, во-первых, как-то проинформировать при подписании согласия более-менее адекватно, хотя действительно согласие в нашей стране выглядит абсолютно формальной процедурой. Более того, пару дней назад в Медвестнике появилась информация, ряд врачей высказались за то, что вообще надо убрать его, оно никому не нужно, оно никого не защищает, и давайте мы вообще его уберем из медицины. Конечно, хотелось бы у них спросить, что они будут делать в ряде случаев, которые сейчас можно много придумать, когда пациент будет подавать суть и говорит, что меня не информировали об этом, но это, наверное, отдельный вопрос. Вот в генетике точно нужно информированное согласие, нужно, чтобы оно сопровождалось адекватным медико-генетическим консультированием, желательно там в течение того времени, которое требуется, ну, по-моему, по международным стандартам, это в районе даже иногда до 40 минут, если это семейное консультирование, то есть это семейная история, то лучше, когда, например, неонатальный скрининг все-таки консультируют сразу и маму, и папу, причем вместе, чтобы они понимали, о чем идет речь, и информированное согласие фактически позволяет решить вот эту проблему, если мы все-таки считаем, что у нас неограниченный набор там 57, 59 или еще какое-то количество патологий, мутаций, о которых сообщают, а генетика дальше будет расширяться, и мы будем спрашивать у пациентов, их желание получить какую-то дополнительную информацию, вот здесь как раз информированное согласие, мне кажется, может быть очень хорошим инструментом, то есть есть объективные критерии там тяжесть заболевания, хотя я вот хочу отметить и поддержать мнение коллег, что понятие тяжести заболевания ни в одном международном руководстве не прописано, то есть вот и Вера Леонидовна об этом сказала, и Мария Владимировна, все говорят о тяжести заболевания, но вы не найдете нигде критериев и определения тяжести заболевания для генетики, и это действительно будет проблемой, если мы будем ориентироваться на этот критерий, но тем не менее, вот если говорить об информированном согласии, то здесь какие-то риски, там еще что-то можно предусмотреть, и таким образом это может быть постепенно вводиться в практику, когда тестирование, я не говорю, что это будет сегодняшний день, но постепенно тестирование будет использовать методы полного, экзомного и полного генома, и, соответственно, возможно, больше информации можно будет получать, и здесь как раз право пациента знать, не знать, там и так далее, мне кажется, что здесь это важно. И в информированном согласии как раз и прописывает то, о чем сказал сейчас Олег Сергеевич, то есть имею в виду, что право родителей, то есть родители предупреждены, они подписались, значит, они знают, да, вот эти вот вещи тоже, наверное, необходимо говорить, прописывать, и когда человек ставит свою подпись, он все-таки должен понимать, за что он там расписывался. Ну, это понятно, что, в общем-то, все это должно постепенно внедряться. Да, я соглашусь, что информированное согласие, наверное, сейчас у нас единственный механизм. Да, проблема в том, что все равно он ни от чего не защищает. Я знаю случаи, когда все равно в суд приходили пациенты и говорили, это огромная форма, которую у меня не было времени прочитать и с ней ознакомиться, и вообще я там ничего не понял, и суд становился на сторону этих пациентов. Да, Олег Сергеевич? Да, я объясню, почему. Потому что здесь, конечно, опять же, аналогия достаточно грубая, но тем не менее. Есть такое понятие в нашем законодательстве, называется оно договор присоединения. Это тогда, когда мы обращаемся в самые разные места, в те же магазины розничной продажи, в те же банки, и нам вот что-то предлагается, а что мы с этим можем сделать? Мы там ничего не выбираем. У нас есть два варианта выбора. Либо уйти, либо согласиться на тех условиях, которые предложены. И вот в рамках первого тезиса и в развитии того, о чем Мария Владимировна говорила, Елена Георгиевна сейчас сказала в отношении информированного добровольного согласия, наверное, самая главная проблема в аспекте права применения заключается все-таки в разрыве идеи законодателя с тем, что мы имеем просто в регулярной, не в качестве исключения, а в качестве общего правила. ЭДС – это бумажка с галочкой «подпишите вот тут». И все. Я знаю просто исключительные случаи, когда к ЭДСу относятся так, как это заложил законодатель. А ведь в законе написано, что это нужно озвучить, пояснить, донести. И здесь, конечно, вопрос совсем не к врачам. Вопрос к той организации, к этой здравоохранению, как она сейчас сделана, что у нас просто на это у врача не хватает элементарно времени, чтобы уделить внимание таким важным на самом деле аспектам. И поэтому, наверное, Елена Георгиевна и появляются эти инициативы, о которых вы сказали, в «Медвестнике», в том, что там что-то вообще забыть об этом, потому что оно, получается, какого-то практического смысла и значения не несет. Наверное, номер один, если мы говорим о каких-то основных тезисах, это, конечно, его надо сохранять, совершенствовать при совершенствовании организации здравоохранной системы в целом, чтобы у врача была возможность доносить эту соответствующую информацию. Но пока это сделано вот так, действительно суд может это квалифицировать, исходя из вот этих идей, которые заложены в том числе и в действующем законодательстве, которая, кстати, может применяться здесь по аналогии. Почему? Потому что информированное добровольное согласие к нему могут применяться правила о сделках. Потому что есть определенные решения, в отношении которых это волеизъявление, односторонняя сделка по предоставлению определенных действий в отношении генетической информации, в отношении биобразства, чего угодно вообще. А правила об этом договоре присоединения к ДСу могут напрямую применяться. А если стороне не была возможность предоставить какие-то иных вариантов, время на ознакомление, да, суд может принять решение о том, что там все вот это расписано, эта подпись не означает волеизъявление. Такой механизм существует в законе. И вот для того, чтобы ДС заработало так, как оно должно работать, нужно, чтобы оно превратилось из, подпишите где галочка, в настоящий документ, где может быть даже будет хотя бы какая-то форма выбора. Вот выберите вот такой вариант вам предоставлен, или вот такой вариант, что человек выбирал бы что-то, и уже вот эта его подпись была не просто предопределена, а свидетельствовала о каком-то волеизъявлении. Коллеги изощряются, да, и формы ДСа заставляют подписывать под каждой строчкой иногда, вот вы проинформированы об этом, проинформированы об этом, проинформированы об этом. Это как раз повышает их юридическую защищенность в отношении того, о чем вы сейчас вероятно сказали, в отношении вот этого иска, по аналогии с договором присоединения, о том, что на самом-то деле эта подпись не означает настоящую волеизъявлений. Я надеюсь, да, действительно, нам надо стремиться к тому, чтобы это самое согласие стало по-настоящему информированным. И это вот ключевой момент. Айдан, пожалуйста, ваши слова. У нас уже близко к концу, поэтому, да, такие заключительные положения. Я, наверное, скажу о том, что по своему опыту сейчас, да, консультирования пациентов, которые проходят генетическое тестирование, могу сказать, что ряд, не большинство, но ряд психологических проблем, с которыми пациенты приходят, они связаны с этическими вопросами. И мне очень важно, наверное, и радостно то, что мы это обсуждаем, потому что как будто бы сейчас мы говорим, что мы можем действовать сообща и тогда брать на себя часть ответственности за то, чтобы помогать этим пациентам решать сложные вопросы, дилеммы, с которыми они сталкиваются. И в том числе включение психолога, да, на каких-то этапах генетического консультирования до консультации генетика, после консультации генетика, оно как будто бы помогает, да, и направлено на то, чтобы человек адаптировался к своему статусу, да, к той информации, которую он получил, и, соответственно, смог принять ответственность за свое здоровье, и в том числе, да, какую-то свою сопричастность к здоровью своих близких. И сделал это более благоприятным образом, так, чтобы сохранить психическое здоровье, да, и не травмироваться об этом. Да, спасибо большое. Мария Владимировна, заключительные слова какие-нибудь, потому что время у нас уже подходит к концу. Большое спасибо, Вера Ленина, за предоставление мне возможности сказать заключительные слова. Надеюсь, интернет не подкачает. Нет, действительно, у меня есть чем завершить. Я сидела, то, о чем я хотела бы сказать под завершение семинара, что я для себя отметила, вынесла, и что предполагаю применять дальше в практике. Возможно, это первое, удостовериться в том, собственно, кто является субъектом информации или представителем ребенка. Этот вопрос много раз возникал, в том числе в связи с тем, что наше законодательство достаточно жестко стоит здесь на своей позиции и, можно сказать, не терпит альтернативной трактовки. То есть, когда приходит бабушка, дядя, тетя с ребенком, удостовериться, что у них есть право на то, чтобы общаться по поводу ребенка, я считаю, что врач имеет полное право потребовать предоставления соответствующей документации. Ну и также, как сказал Олег Сергеевич, возможно, все-таки имеется право обратить внимание родителям, в данных случаях, например, это были отцы, о том, что это право лежит всецело на них. Далее, второй вопрос – это доступности, доступности информации о том, что в нынешние времена можно протестироваться практически где угодно, получить информацию касательно наследственных заболеваний в том числе, дальше эту информацию погуглить, забить в Яндекс и всякое разное, и, значит, впасть, не знаю, в апатию, в депрессию или, наоборот, в психоз, и заразить этим потом всех остальных членов семьи. Вот здесь вопрос о том, нужно ли ограничивать здесь доступность информации на таком, на общих, да, основаниях, в общем таком правовом поле, допустим, ограничивать те лаборатории, которые, в принципе, в состоянии предоставить подобный уровень информации вот на конкретные гены, что вот это, вот это, вот это заболевание, предоставлять информацию по этим заболеваниям запрещается. Я не знаю, сколько вообще-то возможно на уровне законодательства и нужно ли это делать, но вопрос явно такой стоит. Далее вопрос о дополнении алгоритмов действия для врача-генетика для того, чтобы, как я повторюсь, не изобретать велосипед каждый раз. Это, наверное, учреждение может подумать самостоятельно для своих врачей, ну, как, например, то вот раздельная консультация родителей при определенных заболеваниях. Может быть, с документами врач должен ознакомиться заранее для того, чтобы далее приглашать родителей вместе или раздельно. В общем, подумать о таких алгоритмах. И четвертое – это последняя тема информированное согласие. Да, этот инструмент есть, но, мне кажется, мы не должны расслабляться, убеждая себя в том, что этот инструмент совершенен, а его явно не хватает. Нужно приобретать со временем и другие инструменты, которые нам будут помогать и совершенствовать имеющиеся. Вот так. Всем большое спасибо. Большое-большое спасибо, Мария Владимировна. Большое спасибо всем нашим участникам. Я думаю, что Мария Владимировна подвела вот такую вот черту под тем, что мы говорили. И как раз у нас получилось, что частные случаи какие-то клинические, они привели к таким общим выводам, которые важны для всех направлений, которые мы сегодня обсуждали. И для биоэтики, и для психологии, и для права, но, естественно, для врачей и генетиков. Спасибо всем большое. И спасибо тем нашим докторам, которые предоставили нам такое поле для обсуждения. Большое спасибо, коллеги. До свидания.